Новости продолжают эфир канала Хабар 24. В студии работает Вера Захарчук. Здравствуйте. Срочная новость из Петропавловска. Там произошло два крупных пожара. В первом случае возникла угроза возгорания жилых домов. Второе – ЧП непосредственной близости от областной телестудии. На месте происшествия работает наша съемочная группа. И как уже удалось выяснить, в 19 часов 48 минут поступил вызов с улицы Театральной. Открытым пламенем горело здание рядом с телецентром. Там же находятся офисные помещения и колледж. На место выехали 4 единицы техники. Огонь удалось локализовать. Кроме того, около 40 пожарных сейчас работают в районе Береке, в народе известной как Синная база. Там возле частного сектора горит камыш на 10 гектарах. Это уже седьмой пожар за сутки. Идет горение камыша на большой площади. Там тоже объявлен второй номер. Работают подразделения. И имелась угроза жилым домам. Сейчас она ликвидирована. Угрозы жилым домам нет. Большое количество всех наших машин выехало. В районе Береке в Петропавловске продолжает гореть камыш. Как мы сообщали, площадь возгорания состояла 10 гектаров. Наш корреспондент Нургуль Ахметова находится на месте. И она готова рассказать нам о ситуации по телефону. Нургуль, добрый вечер. Не совсем добрый. Сейчас там у вас как обстоят дела? Да, здравствуйте, Вера. Мы сейчас находимся на месте пожара в микрорайоне Береке. Тут горел камыш на площади 10 гектаров. По словам очевидцев, пожар начался примерно в 7 часов вечера. И пламя было настолько большим, что многие жители сейчас, они испугавшись, стали самостоятельно уже готовиться к эвакуации. Но частью пожар удалось потушить. Основную часть. Сейчас горит небольшой участок. Тоже камыш. Угрозы жилым домам нет. И вот только что по рации передали, что огонь локализован. Но здесь продолжают работать сотрудники ДЧС. Присутствует заместитель Акима города. И я думаю, что самого страшного удалось избежать. Пока. Это вся информация. Спасибо. Нургуль Ахметова у нас на прямой связи по телефону. Напомню, в Петропавловске у нас два пожара только что, буквально недавно произошло. И это уже, напомню, седьмой пожар за сутки. Вот такая ситуация. В Караганде тоже 10 автомобилей и мотоцикл сгорели в течение получаса. Огнеборцам удалось спасти из огня только одно авто. Транспорт находился в автосервисе, когда там произошел пожар. При обрушении перекрытия и станции техобслуживания пламя перекинулось на жилой дом. К счастью, никто не пострадал. Тушили пожар более 50 чуясников с помощью 10 единиц техники. Площадь возгорания составила 200 квадратных метров. Предварительная причина пожара. Нарушение правил безопасности при устройстве печного отопления. Пояснили в ДЧС области. К другим темам. Экономили на асфальте, стройматериалах и почти 900 раз переделывали дороги. В Национальном центре качества дорожных активов подвели первые итоги ежегодного ремонта трасс Восточного Казахстана. Вячеслав Ветлугин выяснял причины дорожных просчетов. Здесь проверили среднюю плотность на качество улотнения. Должно быть 0,99, показалось 0,95. Итог этой дорожной ревизии – экономия на асфальтобетоне. Он в разы тоньше всех допустимых норм. Почти схожая плотность покрытия на трех участках, отремонтированных за 800 миллионов тенге, дорог Ридера. Первые технологические нарушения при укладке полотна здесь зафиксировали еще в июне. Первый раз в июне месяце проверка была. Тогда поводная щенка, официальное плотнее тоже не прошло. Теперь будет приписание соответствующему заказчику, чтобы устранение было. Переделывать придется спешно принятую на баланс местных коммунальных служб дорогу. В этом году в Акимате Ридера решили вдвое ускорить темпы дорожного ремонта и закатать город в новый асфальт. Мы вообще ежегодно ремонтируем в среднем 3-4 километра дороги, в зависимости от финансирования. Это я минимум говорю. Но в этом году нам по доказу 188 миллионов было выделено. Это вот мы дополнительно там около еще несколько километров дорог сделали. В том, как сделали и что из всего этого получилось, разберутся специалисты антикоррупционных служб. За полгода в ведомстве раскрыли 16 фактов дорожных махинаций. Причем аферы вскрывали при многомиллиардных подрядах. Только в 2020-м в средний ремонт дорог местного значения из региональной казны инвестировано свыше 40 миллиардов тенге. Мы исполнение данных нарушений берем на особый контроль. Соответственно, на сегодняшний день из 16 выявленных нарушений, все 16 у нас устранены. Что касается данной дороги, то тут мы еще, конечно, итоги сейчас подвести не можем, так как должна лаборатория выдать свои результаты. Лабораторные заключения Национального центра качества дорожных активов стали поводом масштабной работы над ошибками. В 2020-м подрядчики в 865 раз перекладывали некачественно уложенный асфальт. Вячеслав Петлугин и Дмитрий Пыхин. Восточно-Казахстанская область. Хабар-24. 300 миллионов тенге должны детям, октябрьские родители. В производстве находятся 11 тысяч дел по алиментам. Нерадивые отцы принципиально отказываются содержать своих чад. Многие не имеют стабильного заработка или бомжуют. Как решают проблемы судоисполнителя, выясняла Айсулу Махмутова. Эта девушка прожила в официальном браке ровно год. После пути молодых разошлись, содержать свою годовалую дочь мужчина отказался. Оправдывался отсутствием постоянной работы. После обращения в соответствующие органы горе отца устроили в частную организацию. Часть его заработной платы теперь поступает на счет бывшей супруги. Растить ребенка одной нелегко, поэтому я обратилась за помощью к судебным исполнителям. Они приняли все необходимые меры. Сегодня бывший супруг платит нам примерно 12 тысяч тенге. Этого, конечно, мало, но лучше, чем ничего. Если одни истории заканчиваются вполне благополучно, другие растягиваются на несколько лет. Долги некоторых мужчин перед детьми достигают двух и более миллионов тенге. Однако делиться нажитым актюбинцы не спешат. Все свое имущество переписывают на близких родственников, а официально нигде не работают. Он сам не работает, но ездит в хороших автомашинах, живет в хороших квартирах, но, к сожалению, алименты не выплачивают. И в связи с тем, что имеется принципиальное отношение в отношении жены, и из-за этих разногласий страдает детей. Вторую категорию, я бы сказал, сельские местные сельдовзники. Хочет платить алименты, но нет работы. И третья категория – это люди без определенной местности жительства. С начала года в отношении нерадивых отцов возбуждено свыше 140 административных и уголовных дел. 86 человек были арестованы на несколько суток. Остальные отделались штрафами. Двое злостных неплательщиков предстали перед судом. В отношении двоих должников на сегодняшний день вынесен приговор. В отношении одного должника – меры пресечения ограничения свободы на один год. В отношении другого – один год лечения свободы по условным отбываниям наказания. Борьба со злостными неплательщиками в регионе ведется на постоянной основе. В работе задействованы все соответствующие ведомства. Посильную помощь оказывает полиция. Мы сейчас в данное время работаем с частным судебным исполнителем. У них постановление на руках. При остановке данного транспортного средства, если у него время добровольного погашения есть, предупреждаем, уведомление даем на руки. Если водитель отказывается от уплаты штрафов, тогда автомашина выдворяется на спецстоянку. Общая сумма задолженности по алиментам в Актюбинской области составляет 300 миллионов тенге. В производстве у судоисполнителей находится 11 тысяч дел. Айсулу Махмутова, Инадин Молдабеков, Актюбе, Хабар, 24. В Алматы совершен разбойный налет на отделение Каспибанка, расположенного на пересечении улиц Сейфулина-Гоголя. Это произошло в конце рабочего дня. Двое вооруженных мужчин в медицинских масках ворвались в помещение. Клиентов отделений на тот момент уже не было. Судя по видео, один из подельников, вооруженный ружьем, держит под прицелом работников в зале. Второй топором разбивает защитное стекло кассы. Прячась под стол, кассир успел нажать тревожную кнопку. По предварительным данным, преступники успели унести с собой 2 миллиона тенге. Никто из сотрудников не пострадал. Создана специальная следственная оперативная группа, чьи действия направлены на раскрытие преступлений и задержание подозреваемых. Ход расследования находится на контроле руководства департамента полиции города Алматы. Пошутил на штраф в Карагандинской области Тамада и организатор понесут наказание за неудачный розыгрыш на тое. Шоумен за то, что переоделся в форму полицейского и инсценировал проверку, а хозяин за проведение запрещенного торжества. Как видно на этих кадрах, несколько десятков гостей собрались в небольшой юрте. Все сидят за столами без масок и не соблюдают дистанцию. Люди в погонах, изучив запись, дали свою правовую оценку происходящему. По их мнению, лжеполицейский дискредитировал действующих стражей порядка и обесценил усилия в борьбе с коронавирусной инфекцией. В настоящее время рассматривается вопрос о привлечении лжеполицейского к ответственности по статье 675 Кодекса Республики Казахстан об административных правонарушениях, то есть незаконное использование одежды со знаками различия, а также форменной одеждой и специальное обмунирование. В отношении организатора торжества также составлен и направлен рассмотрение СЭС для его привлечения к административной ответственности. В Атаравской области карантинные ограничения поспособствовали росту числа интернет-мошенничеств. С начала года в регионе зарегистрировано больше 400 подобных фактов. В департаменте полиции заявляют, что все больше людей предпочитают заказывать товары и услуги через семерную сеть, чем активно пользуются преступники. В социальных сетях и на сайтах объявлений они предлагают оформить выгодные онлайн-кредиты, работу с высокой зарплатой, а еще принять участие в розыгрыше. К примеру, жительница Атырау решила приобрести через интернет лекарства и перевела 5,5 миллионов тенге. Но, как выяснилось, насчет мошенников. Счетный комитет выявил ряд финансовых нарушений в расходовании средств, выделенных на борьбу с пандемией и поддержку экономики. Об этом президенту сегодня доложила глава надзорного ведомства Наталья Годунова. Касанжо Мартукаев заслушал отчет о предварительных результатах аудита расходования антикризисных средств, направленных на поддержку агропромышленного комплекса и реализацию программы «Дорожная карта занятости» на 2020 и 2021 годы. Согласно предварительным итогам, проверкой охвачены расходы на сумму порядка 940 миллиардов тенге. Уже установлены факты неэффективного планирования и использования финансов. По словам Годунова, в декабре главе ведомства, главе государства представят итоговые результаты аудита. Касанжо Мартукаев наградил министра обороны России Сергея Шойгу орденом до стык первой степени за вклад в развитие военного и военно-технического сотрудничества с Казахстаном. Президент отметил, что военная сфера в целом занимает очень важное место в стратегическом партнерстве и союзнических отношениях между двумя странами. С точки зрения 24 июня нынешнего года в Москве состоялся грандиозный парад, который был организован со всех точек зрения на самом высшем уровне. И мне предоставилась возможность участвовать в данном параде. И хотел бы вас, как организатора этого огромного мероприятия, поздравить с его успехом. Спасибо, Касанжо Владимирович. Я хотел бы прежде всего поблагодарить вас, что вы нашли время пообщаться со мной и обсудить наиболее актуальные проблемы сегодняшней политики, региональной политики в том числе. Ну а то, что касается военного и военно-технического сотрудничества, то оно традиционно носит стратегический характер. За последние сутки в Алматы еще три пассажира международного рейса заразились коронавирусом. А всего с момента ужесточения эпидемиологических требований в аэропорту коронавирус был выявлен у 10 человек. Все они направлены на лечение. Напомню, согласно новым правилам, с 6 октября казахстанцы, прибывающие из-за рубежа, должны иметь при себе справки с результатами ПЦР-теста. В случае их отсутствия пассажиров отправляют в гостиницы для обследования. Представители общественного контроля и антикоррупционной службы, минувшей ночью, проследили их путь из аэропорта в гостиницу и проверили, какие условия созданы там для них. Расскажет Асим Кущегулова. В аэропорт Алматы прибыл очередной рейс из Дубаи. На борту самолета 136 пассажиров. О том, что нужно сдать тест на коронавирус, их предупредили еще до вылета. Мера эта вынужденная, поскольку сейчас многие зарубежные страны на пороге второй волны пандемии. Прилетела в свою родную страну с ПЦР-тестом, дабы, чтобы не заразить кого-либо, поскольку в чужой стране ты не знаешь много людей, как что будет. И хотелось бы, чтобы граждане осознанно и с пониманием к этому относились и всегда при себе имели ПЦР-тест по прибытию. Хотела бы, чтобы требовали эти ПЦР-тесты до вылета, чтобы мы в одном самолете летим около пяти часов, не знаешь, хоть и в маске, но не знаешь, как, с кем сидишь, контактируешь. Оказалось, что вместе с Ильей Ушановой летели 22 казахстанца без справок о прохождении теста на КВИ. В алматинском аэропорту их сразу же изолировали. Они прошли через отдельный коридор. После прохождения пограничного контроля их увезли в гостиницу для обследования. Весь процесс происходил под строгим контролем сотрудников санитарно-эпидемиологической службы. Далее следуют на специальном трансфере, который организован на кематом города Алматы, в гостиницу, где они пробудут до результата ПЦР-теста, который они сдадут уже непосредственно там. Там будет встречать медицинская служба, там же будет размещение, предоставлено питание и так далее. Пассажиров международного рейса без справок разместили в одном из четырехзвездочных гостиниц Алматы. Здесь созданы все условия для их комфортного пребывания. Жалоб с их стороны не было. Результаты теста показали, что трое из пассажиров заражены коронавирусной инфекцией. Их сразу отправили в больницу на лечение. Добавим, за последние сутки в мегаполис прибыло 15 международных рейсов. На борту было более полутора тысяч пассажиров. 232 из них не имели справок о прохождении ПЦР-теста на коронавирусную инфекцию. Асим Кощеголова, Жандос Айтбай, Абин Нарнбай, в Хабар-24, Алматы. COVID-19 включили в список заболеваний, при которых иностранцы имеют право на бесплатную помощь в Казахстане. Сегодня министр здравоохранения утвердил полный список опасных для окружающих болезней, при которых приезжие гости могут рассчитывать на помощь. В список попали 23 заболевания, среди которых тевтерия, менингококковая инфекция, корь, туберкулез и чума. Также приказ распространяется на людей, которые не имеют гражданства и ищут убежище в нашей стране. В Барлинском районе Западно-Казахстанской области у сотрудника детского сада выявили коронавирусную инфекцию. Женщина работала помощницей воспитателя. В поликлинику она обратилась с признаками ОРВИ. В детском саду проведены дезинфицирующие мероприятия, выявлен круг контактных, у всех взяты анализы. И детский сад закрыли на карантии. Все детские дошкольные учреждения, согласно постановлению главного государства санитарного врача, работают только дежурные группы по 15 дней с соблюдением строго санитарно-деинфекционного режима. Эпидемия ситуации в Западно-Казахстанской области по коронавирусной инфекции относительно стабильная. Всего за прошедшие сутки в области зарегистрировано 5 случаев коронавирусной инфекции. Стоимость ПЦР-тестов в Казахстане будет контролировать антимонопольная служба. Сегодня провести диагностику на COVID-19 можно, заплатив от 11 до 15 тысяч тенге. Специалисты считают такие цены завышенными. По их мнению, на стоимости анализа сказывается недостаточная конкуренция. Услуги по тестированию населения оказывают всего три компании. Ежедневно они проводят до 48 тысяч тестов. В антимонопольном ведомстве проанализировали затраты медицинских лабораторий и рекомендовали снизить им стоимость ПЦР-анализа до 8 тысяч тенге. В противном случае ведомство начнет служебное расследование. По словам председателя агентства по защите и развитию конкуренции Серика Джумангарина, в случае выявления нарушений в ценообразовании компаниям грозит изъятие до 5% от общей суммы их дохода за 2020 год. Напомню, ранее снизить цены на ПЦР-исследования рекомендовала глава Минстрава. Около 300 офисов простаивают сразу в двух мегаполисах в Алматы и в Нур-Султане. Владельцы помещений ежемесячно теряют по 20 миллиардов тенге. Всему виной пандемия. Как не потерять бизнес, выясняла бы Катгуля Касова. Пустующие офисы и, как следствие, многомиллионные убытки для владельцев помещений. Вот они, последствия перехода на дистанционную работу. Уже полгода только в Алматы и Нур-Султане простаивают около 300 офисов. Их хозяева теряют 20 миллиардов тенге ежемесячно. Съехали 10% арендаторов. Управляющие компании, собственники бизнес-центров предоставляли скидки до 50% по деятельности, которая не была запрещена. Те компании, по которым деятельность была запрещена, особенно это касается турагентств, ресторанов и так далее, скидки составляли до 100% от арендной платы. Арендаторы оплачивали только эксплуатационные затраты. Освещение, клининг, охрана, обслуживание инженерных сетей. В одной из крупных компаний в столице на дистанционку перешли около половины всех сотрудников. Специфика работы Дианы Абсибаевой позволяет работать дома. Она ведет всю документацию предприятия. Трудится так уже полгода. Перестроиться на удаленную работу было непросто. Но со временем редактор-координатор научилась совмещать несколько дел одновременно. Дистанционка как раз помогает мне тем, что я могу сделать задание и тут же заняться йогой. И не придираться к адрескоду. Нет шума, рабочего шума. Нет разговоров коллег, я не слышу. То есть я могу спокойно сосредоточиться на работе. Но в то же время я скучаю по коллегам, по общению. Мне кажется, что я выпадаю из общего рабочего процесса. Дистанционная работа мне помогла ближе общаться с семьей, как можно больше быть с родными. Лейла Алимова перестроила домашнюю гостиную в кабинет учителя. Компьютер, камера и мобильный телефон. Она всегда на связи. Позаботилась даже об освещении. Ведь за монитором педагог сидит по 15 часов в сутки. Был позаимствован опыт блогеров. И вот куплена такая вот принадлежность, куда мы можем прицепить сотовые. Мы, педагоги, люди креативные. И, в общем-то, быстро ориентируемся и расставляем приоритеты. На самых первых этапах мы сразу собирались в сообщество. Создавали чаты, группы, где делились различной информацией. По мнению экспертов, до конца года казахстанцы не вернутся в офисы. Будущее все-таки за дистанционной работой. В первую очередь, это выгодно арендаторам. Платить за помещение не надо. Некоторые владельцы офисов и вовсе снизили стоимость аренды. Словом, те, кто трудятся дома, существенно экономят время и деньги. Я более чем уверен, что режим удаленной работы, он будет придерживаться. Так как это большая экономия бюджетных средств в целом любой организации. Вне зависимости, это малый бизнес, средний или крупный бизнес. Но в моем видении, то что как минимум еще год мы будем находиться в таких условиях. Сейчас все можно делать, находясь в любой точке мира. Если ваша работа предполагает себе, предрасполагает себе удаленный тип работы, вы можете находиться хоть за рубежом, подключить все, что вам нужно. Это просто иметь ноутбук и хороший интернет. Крупные компании с солидным бюджетом продолжают арендовать офисы. Для малого и среднего бизнеса, считают эксперты, будет удобна новая услуга. Офис на час. Станет ли это направление популярным, покажет время. Бахатгулёк Асова, Нургалима Мурбаев, Марат Диханбаев и Аян Сарсимбаев. Хабар 24. Атарауские археологи нашли место захоронения известного казахского правителя и исторического деятеля Касымхана. Великий полководец, живший в XVI веке, основал в Сарайшике ханство. С именем Касымхана связывают из-за рождения Великого Шелкового пути в этом районе. В прошлом году в архивах Санкт-Петербурга атарауские ученые обнаружили старинные чертежи Сарайшека. Древнее кладбище в три квадратных километра полно загадок и всегда привлекает этнографов. 14 лет назад во время раскопок здесь обнаружили первый мазар. По утверждению ученых, гробница, ставшая шедевром средневековой архитектуры, принадлежала правителям Нагая. Считалось, что две трети древнего города было затоплено из-за изменения русла Урала. Но в прошлом году в архивах Санкт-Петербурга нашли старинные чертежи Сарайшека, на которых хорошо видна ханская могила. Именно это место по чертежам Алексеева 1861 года было обозначено как святой склеп. В его мемуарных записях говорится, что он посетил место под названием «Ханская могила». Это мавзолей. Окна с трёх сторон, с куполом и дверь с востока. На основании этих данных мы нашли эту гробницу. Последний казахский хан западного региона Жангирхан Бокейханулы приехал сюда в 1840-х годах и отметил место, называемое гробницей хана. Интерес к городу Сарайшек проявил ряд казахских ученых. Алкей Маргулан приехал в Сарайшек в 1950 году и провел свое первое исследование. К сожалению, он не смог завершить начатую там работу. Сегодня мы начали экспедицию по определению места захоронения Касымхана. В будущем планируем привлекать к исследованиям известных антропологов, археологов, этнографов и ученых. В следующем году археологи начнут расчистку территории Мазара и продолжат работы. Наталья Строкова, Растанбек Кинджи, Амантай Матинов, Атарау, Хабар, 24. На этом наш выпуск завершен. Спасибо, что были с нами. Всего доброго. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok